Чтобы придавать изделиям нужную форму, люди издавна использовали плавку металлов. Расплавленная медь из раскаленного в печи тигля заливается в заранее подготовленную форму и затвердевает в ней. Медь плавится при температуре 1085 градусов Цельсия, и поэтому нам удобнее проводить опыты со свинцом. Положим кусочки свинца в стальную ложку и зажжем газовую горелку. Свинец довольно быстро начинает плавиться, и в ложке появляется блестящая лужица, покрытая оксидной пленкой. Выключим горелку, опустим в жидкий свинец термодатчик и посмотрим, как меняется температура свинца при остывании. Сначала свинец оставался жидким, и его температура постоянно падала. Затем свинец начал затвердевать, и его температура перестала уменьшаться, оставаясь равной 320 градусам Цельсия. А когда свинец затвердел, его температура снова начала падать. Но ведь тепло отводится от свинца непрерывно. Почему же во время затвердевания его температура не меняется? Аналогичный опыт можно сделать и с водой. В кружке находится смесь льда и воды, и термометр показывает 0 градусов Цельсия. Это температура плавления льда. Посмотрим, как будет меняться температура смеси при ее нагревании. Чтобы процесс шел быстрее, нальем кипяток в емкость, где стоит кружка. Кружка греется, но температура внутри нее все равно остается равной нулю. Мы подождали несколько минут и получили вот такой график. Температура сначала нисколько не менялась, и она начала расти только когда лед вокруг датчика растаял. Тот факт, что подвод тепла при плавлении и отведение тепла при отвердевании не приводит к изменению температуры, независимо открыли швейцарец Жан-Андре Делюк и шотландец Джозеф Блэк. Теплоту, необходимую для плавления вещества, Блэк назвал скрытой теплотой плавления. На языке молекулярно-кинетической теории наличие скрытой теплоты плавления объясняется так. В твердом состоянии молекулы вещества образуют кристаллическую решетку, а в процессе плавления все подводимое тепло тратится на разрушение связи этой решетки. Именно благодаря эффекту скрытой теплоты плавление льда и обратное замерзание воды при нуле градусов Цельсия происходит не мгновенно, но постепенно. Когда мы готовим лед для наших опытов, мы ставим кружку с водой при комнатной температуре в морозильную камеру. Оказывается, что для замораживания воды требуется отнять от нее в 4 раза больше тепла, чем для предварительного охлаждения до нуля градусов. Поэтому она так долго замерзает. Субтитры создавал DimaTorzok